Доброго времени суток. Ян, я не знаю, чему ты здесь радуешься. Сегодня же чистый четверг. А как полагается, все женщины в этот день будут убирать, мыть, готовить и готовиться к светлой Пасхе. Вань, знаешь, я тебе даже больше скажу. Сегодня, помимо того, что отмечается чистый четверг, сегодня международный день супа, также в календаре праздников отмечен. Поэтому, помимо того, что придется драйвить всю квартиру, еще и придется суп сегодня в органике. Так, тогда я вдвойне не понимаю, чему ты радуешься. Ну, не знаешь, мне кажется, это какое-то просто женское начало играет. Не все нам как мужчинам пахать на работе. Хочется иногда и чистоту в доме генеральную навести, и суп наварить. И вот какое-то, грубо говоря, женское начало играется. Ладно, друзья, обо всех праздниках сегодняшнего дня мы поговорим сегодня более подробно. А пока ловим рецепт самого замечательного супа. Натираем морковь на терке и мелко режем лук. Брокколи по праву считается королевой капусты, так как содержит в себе множество полезных свойств. Например, в брокколи очень много витамина С и омега-3 жирных кислот. Брокколи отличный диетический продукт. Прекрасно насыщает и притупляет чувство голода. К тому же на 100 грамм всего лишь 29 килокалорий. Готовое мясо вынимаем из бульона, остужаем его и режем небольшими кубиками. Добавляем в бульон зажарку и брокколи. Добавляем соль и перец по вкусу. Наш суп почти готов. Осталось добавить сливки и взбить блендером. Добавим курицу и сыр и украсим базиликом. Ну все, Вань, теперь мы точно знаем, какой суп можно, например, в этот день, международный день супа, приготовить. Рецепт хороший. А вот умеют ли ангарские девчонки готовить супы? Хороший вопрос. Вот. И на этот вопрос сегодня ответит наша гостья, кстати говоря, Валерия Курбатова уже скоро придет к нам в студию. Она, между прочим, обладательница титула «Мисс Ангарск-2018». А вот еще одна наша красавица Ника Кондратьева сейчас уже готова поведать нам об интересных статьях в ангарских газетах, которые были напечатаны много лет назад, друзья. Все внимание на экран. Рубрика «Ноеденек». Всем привет! Вы ведь знаете, какой сегодня день? Хорошо, 5 апреля и... Конечно, сегодня Великий Чистый Четверг. Считается, что сегодня день капитальной уборки. Не спешите бежать за тряпкой и пылесосом. Для начала послушайте, как 5 апреля ангарчане наводили порядок в различных направлениях. А начнем, пожалуй, с порядка на дорогах в 1959 году. На площади у кинотеатра «Победа» на перекрестках улиц Октябрьской и Кирова, Сибирской и Олега Кашевого, Маяковского и Октябрьской установлены светофоры, которые будут регулировать движение транспорта и пешеходов. Управление светофорами будет сосредоточено на одном пульте. Красные, желтые и зеленые огни будут сменяться через определенное время. Ну вот, порядок на дорогах наведен. А что насчет всего Ангарска? В 1966 году Городской совет депутатов трудящихся решил навести порядок в городе и опубликовал в газете 14 пунктах о соблюдении порядка и чистоты. Вот некоторые из них. Пункт номер 6. Запретить организациям и гражданам заниматься изготовлением и развешиванием реклам и объявлений. Пункт номер 9. Запрещается проезд в городском электро- и автотранспорте в грязной одежде или с грязными вещами. Пункт номер 12. Запрещается выпускать животных и птиц на улице, а также во дворы вне отведенных для этого мест. Кстати, если ты нарушал какой-то из пунктов порядка, то платил штраф в размере 10 рублей. Порядок в городе есть. Теперь разберемся с работой. На 7-часовой режим перешли рабочие и служащие городской конторы связи. Теперь у них стало больше времени для отдыха, для учебы и для воспитания детей. Интересно, работники оценили это изменение? Думаю, что некоторые из них точно проводили освободившееся время с пользой. Ну что, теперь самое время навести порядок в вашем доме. Сделайте перестановку, ремонт, ну или просто протрите пыль. Ну и напоследок наведите порядок в своем здоровье и мыслях. Я считаю, что это важнее порядка в шкафу. Всем до завтра. Друзья, Международный день супа. Наверняка каждый из вас знает, что первое блюдо – это незаменимая часть рациона каждого здорового человека, который позволяет находиться в нормальной жизнедеятельности, быть здоровым и, не знаю, просто... Уметь отличное здоровье тем, кто им не пренебрегает, собственно говоря. Ну, а упоминание о супах было еще в первом веке до нашей эры. И варили их в Древней Азии. Ну, а что касается Китая, есть упоминание о кулинарной книге, возраст которой насчитывает порядка 4700 лет. Представляешь, Вань? А значительная часть этой книги отведена разделу супы. А если раньше в доме не готовился суп, то считалось, что это совсем очень бедная семья. А врачи часто вместе с лекарственными препаратами назначали обычные бульончики либо супы. Но если бульон для желудка, друзья, как бальзам, то спортсменам супы не рекомендованы. Да, потому что бытует такое мнение, что ты будешь здоров только тогда и будешь в хорошей форме, в хорошем теле, когда ты питаешься раздельно. Ну, а суп какое тут раздельное питание? Тут и жидкость, и нежидкость вместе получается. Поэтому считается, что суп это то же самое, когда кушаешь второе блюдо и запиваешь водой. То есть растягивается желудок, это так, примитивными словами. Происходит вздутие, в общем, ненормальное пищеварение становится из-за этого общим спортсменом. Супы не сильно-то рекомендуют. В общем, если принимать во внимание все правила раздельного питания, то одновременно употреблять и жидкую пищу, и твердую пищу не рекомендуется. А жидкость, содержащаяся в супе, если она находится там в большом количестве, она просто разбавляет желудочный сок и снижает эффективность процесса пищеварения. Вот так вот. Ну, это что касается минусов супа. Пугать мы сильно, давай, телезрителей не будем. Лучше проанонсируем нашу следующую рубрику, которая называется «Новый день с World Class». Она наверняка для здоровья полезна. Смотрим. Всем привет! Меня зовут Батитова Лидия. Сегодня у нас пройдет групповой урок по акваэробике. Для занятий нам понадобится купальник, плавательная шапочка и такие перчатки. Внимательно, касаемся ладонью пяткой, противоположные ноги. На выдохе. Логу поднимаем вверх. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Пять. Четыре. Ноги на ширине плеч. Макушкой тянемся вверх. С усилием, руками даем. Восемь. Семь. Семь. И внимательно делаем мак назад и приведение. Мак и вернули. Вот такая тренировка у нас с вами получилась. Это был Новый день с World Class. Меня зовут Батитова Лидия. Увидимся. К лету точно мы все подтянем свою физическую форму. Но мы продолжаем с Яной говорить про супы. К минусам этого блюда также Яна относит, знаешь что, термическую обработку овощей. Проще говоря, сырые овощи намного полезнее, чем вареные. Еще, например, если вы не доварили какие-то бобовые, фасоль, то вредные вещества, даже ядовитые, говорят, вещества могут попасть в ваш организм, что для него, естественно, не полезно. Также химические вещества могут попасть в суп при варке мяса. Те самые химические вещества, которые используются для быстрого роста животных. Что-то мы все про минусы. Действительно, есть же и плюсы у супов. Однозначно. Вот на этот вопрос нам ответят специалисты-повара, с которыми встретились наши корреспонденты. Итак, друзья, все внимание на экран. Любая хозяйка знает, что суп – первое блюдо в любом семейном обеде. Его привез в страну Петр Первый. До этого русский народ ел похлебки. Обязательный ингредиент супа – жидкость. Причем это не всегда мясные бульоны и отвары. Суп готовят на молоке и даже на пиве. Самый популярный у россиян – щиро, сольник, борщ и солянка. А вот самый быстрый в приготовлении – суп-пюре. Суп-пюре – это диетические супы, потому что они только варятся, не используется жарко в них. Их хорошо употреблять, к примеру, на диете, если человек сидит. Они очень насыщенные. Очень быстро наедаешься ими. Секрет вкусного супа-пюре в свежих овощах. Если пользуетесь заморозкой, ее необходимо отогреть. Суп-пюре из брокколи не стоит варить больше 20 минут. А в сливки для густоты добавляют куриное яйцо. Вы знаете, я всегда любила заправочные супы, щи, борщи, рассольники. А сейчас я отдаю предпочтение супам пюре. Это очень быстрое приготовление, это очень полезные супы. Это вот можно использовать брокколи, цукини, тыкву. То есть то, что нам как раз необходимо, более лучшее. И усвоение желудка, конечно, и витаминов больше, минеральных веществ. Не многие хозяйки знают, что кости для бульона необходимо обжарить или запечь с духовки. Это придаст бульону более насыщенный вкус. Любой суп нужно варить при медленном огне, иначе бульон быстро помутнеет. Солить суп нужно ближе к концу приготовления, а в уже снятый с огня добавляется зелень. Ну еще есть особенность приготовления супов, что у нас, конечно, в определенной последовательности закладываются овощи. То есть у каждого овоща свое время приготовления. Вот если даже вы варите, начнем с бульона, костный бульон или мясо костное. Сначала закладываются кости, варятся, затем добавляется мясо, доваривается. То есть не надо все сразу варить там до каши. И затем, конечно, бульон процеживается и добавляются овощи уже в зависимости от плотности, сколько им варится. Готовый суп можно украсить тертым сыром, перепелиными яйцами или гренками. И главное, лучший суп – это суп свежий. И если борщ с солянкой в холодильнике могут храниться до трех дней, то суп с клетками, пюре или лапшу лучше съедать в течение нескольких часов. Наталья Зарубина, Дмитрий Швецов. Специально для программы «Новый день». В дополнение к сюжету, вот какую информацию мы с Ваней еще нашли. Что нужно сделать для того, чтобы суп стал менее вредным? Его можно варить на двух бульонах. Это первый пункт. Первый бульон там, где варилось мясо. Пять минут поварили и слили. И затем продолжить варить на другом бульоне. Так суп станет менее вредным. Второй пункт. При варке куриного или мясного бульона при его остывании следует снять с него жир, который видно, и разбавить водой. На получившемся слабом бульоне, опять же, можно продолжить варить. И вот такой бульон станет, такой суп станет для вас менее вредным. И третий пункт. Можно отдельно сварить мясо и добавить его в овощной суп отдельно, опять же, сваренный. Так суп будет намного полезнее. Какие-то чудеса приготовления по определенным технологиям супов. А вот супы, которые должны быть более предпочтительные. К примеру, гороховые супы. Такой суп является сытным, но он может быть как низкокалорийным, так и высококалорийным. В зависимости от того, какие ингредиенты будут в него добавлены. В нем содержатся вещества, которые помогают синтезу аминокислот. Ян, любишь рассольник? Да, люблю. Да, следующий суп это рассольник. Он полезен из-за содержания в нем перловки, где есть много витаминов и микроэлементов. Они улучшают сопротивляемость организма к вирусам, способствуют укреплению мышц сердца, выводят токсины и подкрепляют организм в целом. Слушай, ну про рассольник я не знал, что у него такие чудодейственные, чудотворные свойства, что он так для здоровья полезен. В общем, кушайте, друзья, супы для здоровья, как вот Ваня сейчас сказал, они все-таки полезны, намного лучше, чем фастфуд. Понятно, что фастфуд вкусный, но, к сожалению, здоровье он подрывает, приводит к ожирению, это все знают. Но, тем не менее, едя. Даже в детском возрасте, если вы думаете, что вас это не коснется, коснется. Поэтому по возможности ограничиваетесь от чипсов, от сухариков, от гамбургеров, чизбургеров, от вредных соусов, которые там содержатся. И непонятно, что за котлеты там внутри, правильно ли? Так что кушайте суп. И для тех, кто хочет похудеть, говорят специалисты, суп тоже, между прочим, полезен. Вот как. Ну а теперь о том, как отмечается Международный день супа, как отмечается замечательный праздник. На самом деле все просто. В этот день приготовляют первое блюдо, то есть какой-то из супов. Неважно, это традиционное блюдо, либо нетрадиционное. Ну, например, суп гаспачо с добавлением брокколи, с добавлением различного вида сыра там и так далее. Ну, а, кстати, можно и приготовить в этот день шурпу. Почему нет? Так вкусно, Ваня говорит. Вообще, кстати, будет уха из лосося, например, или итальянский овощной суп, в который добавляют для усиления ощущения ароматный соус песто. Песто, или как, как правильно по итальянски сказать, да. Можно приготовить в Международный день супа японский крабовый суп или интернациональный гороховый с копченостями и беконом. Кстати, вкусен и немецкий густой айнтопф. 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 Песто айнтопф. Да, в который бросают все, что есть в холодильнике, представляешь? А можно вспомнить и про русскую тюрю. Бутылку водки, да, с холодильника. Все в суп. Или сытный и полезный украинский борщ. Почему нет? Да, с помпушками, эх. Не знаю, пойдет ли он для худеющих, но точно вкусный. И вот слюнки-то в антику. Ой, да, я уже ободрился так. Вариантов отметить праздник много, поэтому в этот праздничный день хочется сказать спасибо тем, кто придумал это прекрасное первое обеденное блюдо. Тем, кто придумал много вариантов рецептов, как приготовить это самое вкусное блюдо. А если говорить про нашу страну, то суп на первое в обеденное время всегда было русской традицией. Ну и сейчас популярность стала терять из-за того, что спортсмены говорят, вот, раздельное питание, ну мы с тобой это уже обсудили. Суп на первое это такая же традиция, как и чистый четверг перед Пасхой у православных. О традициях этого праздника мы расскажем сразу после гороскопа с Данией Недельским. Гороскоп на 6 апреля Овин Послушайте, что говорят умные люди, и сделайте наоборот. Они, может, и умные, но вы-то гениальны. Телец Вы не сдаетесь, а просто делаете шаг назад. Ведь не важно, кто побеждает в бою, главное, кто выиграет войну. Близнецы Настроение будет лучше всех. Заранее предупредите об этом окружающих, чтобы они не подумали, что вы сошли с ума. Рак Найдите свою тихую гавань, и не выходите оттуда, пока вас не отпустят. У вас слишком большая жажда похулиганить. Лев Лучшее, что вы можете сделать, это посвятить день себе. А вот в чужие дела лучше не впрягаться. Дело Не принимайте дары от людей, которые навязчиво ищут вашего общества, но не входят в число ваших друзей. Лисы Не все ли равно, что шепчут за спиной другие, когда вы сами точно знаете, что поступаете верно. Скорпион В этот день лучше не принимать важные, ответственные решения. Полезно лишний раз все обдумать. Стрелец Тяжело сохранять терпение, ведь вы знаете, что впереди ждет что-то доброе, светлое, большое и восхитительное. Козирог В споре, как известно, рождается истина, либо два дурака. Вы же не хотите стать вторым. Водолей Решите для себя правильно, что нужно принимать близко к сердцу, а что лучше проигнорировать. Рыбы Вероятно, ваши надежды осуществятся самым удивительным и неожиданным образом. Ждите. Кстати, Ян, знаешь, в чем наши праздники парадоксальны? В чем же? В том, что дело в том, что чистый четверг приходится на страстную неделю Великого Поста. Поэтому в этот день мясные, куриные супы готовить нельзя. Точно, мы сегодня с тобой суп, суп. Я, знаешь, Ваня, даже тебе больше скажу. Православным, тем, кто придерживается пост, не просто мясные и куриные супы в этот день нельзя. В этот день вообще никакие супы православным нельзя. Потому что в чистый четверг разрешены только суходеяния. Можно кушать сырые овощи, фрукты, орехи, мед, соль, воду пить можно. И следует воздержаться от приема алкоголя. А еще в этот праздник запрещается веселиться, петь, ругаться, танцевать, гадать. Не нужно злиться, как я уже говорил, обижаться, думать о каких-то плохих моментах. Нельзя одалживать деньги и вещи, а особенно кухонные принадлежности. Иначе дома благополучия не будет. Друзья, в этот день также запрещается печь куличи и красить яйца до того момента, пока не окончится уборка в доме. Нельзя оставлять не мытую посуду и грязное белье. А вот незамужние девушки в этот день, как обычно, как и, собственно, всегда, пытаются нагадать себе и привлечь жениха. Как всегда, говорит, как будто с вами днями ночами сидят бедные на кофейной ручке. Ручу, веручу. В общем, нужно очиститься не только внешне, так скажем, но и внутренне. Очистить всю квартиру и все вокруг себя. Также в чистый четверг принято ходить в парикмахерскую. Считается, что этот день благоприятен для стрижки. Вместе со срезанными волосами, по преданию, уходит порча из глаз. А я предлагаю встретить в этой студии нашу гостю, спросить у нее, соблюдает ли она традиции этих праздников и вообще любит ли и умеет готовить супы. Наконец-то к нам присоединилась гостья. Это Валерия Курбатова, обладательница титула «Мисс Ангарска» 2018 года. Лер, привет. Лер, привет. Добрый день. Мы поздравляем тебя со столь высоким званием, самой красивой, талантливой девушкой этого года. Расскажи, какой был путь к этому титулу? Долго ли ты готовилась, трудно ли было тебе? Два месяца подготовки. Каждый день, каждый вечер мы собирались, ездили, репетировали. Это первый твой конкурс? Да, это первый мой конкурс. Мы посмотрели странички в твоих социальных сетях и увидели, что ты сидишь в форме на некоторых фотографиях. Что за форма, чем ты занимаешься, где учишься? Я учусь в профильном МВД-классе в 37-й школе. А, ты 11-классница? Да. 11-классница? Да, представляешь, как красивая 11-классница. Я конкурс смотрела сама, потому что я снимала репортаж, и знаешь, мне сразу Лера на главу попала. Она когда стояла на сцене на награждении, я Роме говорю, мне еще девушка по номеру 5 понравилась очень, я Роме говорю, оператору, говорю, наверняка либо 5, либо 4, вот сейчас смотри, либо 5, либо 4. Все-таки номер 4 же это было, да? И все-таки вот Лера победила. Ой, девчонки, нет, для меня сегодня волнительно просто вести эту передачу. Я нахожусь с двумя красивейшими девчонками, да. Спасибо, Ваня. Вот, Валерия, вот такой вопрос. Помимо того, что ты стала в Мисс Ангарск, у тебя какое-то хобби есть? Да, я занимаюсь бальными танцами с детства уже. Там наверняка тоже много побед. Да, ну в этом году пришлось немножко на задний план это убрать, потому что учеба, 11-й класс. Куда ты планируешь поступать? Петербург. А на кого? По профилю, да, наверное? Нет. Нет, а на кого? На хореографа. На хореографа? То есть ты вот решила по своему хобби, да? Да. Лера, то есть у нас внутри гремучая смесь, она у нас в МВД-классе учится, она хореографа, она бальными танцами занимается. Лер, скажи, тебе наверняка занятия бальными танцами помогли все равно в чем-то выиграть, потому что вот твоя осанка, она сразу дала себе знать. Идет красивая блондинка, взгляну волосами, у нее такая осанка сразу, она сразу бросается этим в глаза. Наверняка тебе это помогло, как ты себя считаешь? Конечно. И в туфлях мне было проще ходить, и увереннее на сцене себя чувствовать, не первый раз уже выхожу. Как будто я не первый конкурс, в общем-то. Ну, да. А ты куда-нибудь выше хочешь, например, там на Миссари СМИ, на региональный конкурс какой-нибудь? Возможно, да, если в Питер поступлю, можно будет попробовать. Ты не смотрела, как там кастинги проходят, еще не интересовалась? Нет, зачем? Знаешь, Лера, вот у меня, не только у меня, а вообще у многих зрителей, я слышала, как в зале общались, про то, что конкурс же организовывал Нью Стар, это прекрасно все знают. И вот, что первый год победила девушка с Нью Стар, что второй год девушка с Нью Стар. И вот, были ли какие-то опасения у вас в коллективе, так, если по-честному, что в третий год опять выиграла девушка с Нью Стар? Да нет, на самом деле. Ну, я знаю, что такие слухи ходили, но в этом нет ничего такого у девушки. Просто с Нью Стар очень харизматичные такие, почему нет? Ну да, поэтому Даша второе место, по-моему, заняла. А слушайте, вот про второе место. Тебе не показалось, что второе место как-то, не знаю, более титулованно, больше подарков надавали, там, призов и так далее, чем первое? Мне обидно стало. Да нет. Все-таки корона у тебя, да? Все, корона – это самое главное. Лер, мы отмечаем в программе сегодня Международный день супа и чистый четверг. Расскажи, ты умеешь готовить суп? Да. Какие готовишь? Какие? Борщ даже умею готовить. Не, знаешь, я, мне кажется, поздно. Я тоже умею и люблю готовить борщ, но я поздно научилась, мне кажется, да. Она же в детстве у Касси умеет. Мама научилась. Да. Скажи, а чистый четверг, традиции чистого четверга ты соблюдаешь? Там все моют, там кто-то в церковь ходит, еще что-то? Очищаю. Да. Ну, в общем, сегодня придешь на рецепт и на мазь квартиру. Да. Вань, ты конкурс не видел, поэтому Лера должна тебе рассказать, какие у них были выходы. Да, конечно. Расскажи подробнее, Ваня, какие у вас были выходы. Что вы там делали вообще? Как вас оценивали в жюри? Были различные выходы в костюмах, в купальниках, в платьях пышных, просто в костюмах и творческие номера. Так вот, про костюмы, это какие костюмы-то? В каких костюмах? Типолина? Пятачка? Они почему-то были, почему-то у меня в Амазонке вообще-то, Ваня с ним знала. Блин, про костюмы. А вот была какая-нибудь такая девочка, которую ты считала главной конкуренткой? Вот я тоже в конкурсе красоты участвовала несколько раз. И вот мне сразу на глаз попадали девчонки, которые думают, ага. Ну, конечно, я по внешности судила. И, кстати, вот все время то, что кого я опасалась, ни одна не заняла, представляешь, даже близко там какого-то места. Вот почему-то все-таки у нас какие-то, видимо, мнения жюри разные у самих участниц. А у тебя бы такое было? Да. Девчонок, которые заняли первую вице-миссу, вторую. А ты и думала, что они по программе конкурентки. И, если честно, всех девочек я знала Настю Захарову и знаю до сих пор. Я тоже за нее болела, она хорошая девчонка. Но, знаешь, Лер, если честно, я рада, что ты победила, потому что, я еще раз говорю, искренне, да, что мне на глаз многим зрителям, наверное, и членам жюри попалась именно ты. Все-таки тебе твоя вот эта стать, бальные танцы помогли, наверное. Лер, ну что ж, мы тебе желаем побед в будущем. Надеемся, что ты кастик на Мисс Россия пройдет. Спасибо большое. И попросим тебя перед камерой вот так пройтись, прям как туда-сюда, кто на конкурсе ходила. Можешь? В студии программы «Новый день» на телеканале «Актис» Валерия Курбатова, обладательница титула «Мисс Ангарс-2018». Просим. На сцену. Вот такая вот у нас красивая сегодня гостья. Лерочка, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Желаем тебе дальнейших успехов, чтобы обязательно прошла кастинг на «Мисс Россия». Спасибо большое. Успехов, спасибо тебе. До свидания. До свидания. Такой вот сегодня богатый и прекрасный день, как я уже говорила в начале программы, который... Почему богатый-то? Потому что он богат на замечательные, хоть и парадоксальные праздники. Да, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Готовьте сегодня супы, не знаю, убирайтесь дома, приводите дом в порядок. Кто-то, возможно, сегодня будет искать жениха. С вами были Яна Попова, Иван Кремляков и программа «Новый день». Всем удачи. Всем пока. Всего доброго.